Приветствую вас и свой ответ я дам, направив разные аспекты ваших отношений, в том числе и тот, который вы обещаете здесь. И начать мне бы хотелось с того, что заметить, вы не привели никакой информации о маме девушки, значит вы не рассказали о том, что мама за, какая мама за человек, какие у нее вообще, ну, предпочтения, какие у нее вообще могут быть там желания, да, какие у нее могут быть ценности и так далее. Обо всем этом вы не рассказали и, соответственно, я могу вам дать только самые такие, знаете, общие, общие комментарии, общие моменты, просто потому, что, опять же, вы ничего не рассказали так подробно о человеке, с которым мы, по идее, должны вам, значит, помочь найти подход. Чтобы понять, как вернуть доверие ее, нужно понять, что она вообще из себя представляет. Какая она? Что она за человек? Что для нее важно? Знаете, и так далее. Что ее волнует, что она ценит в людях, я имею ввиду, да, и так далее. Это все очень важный аспект. Это все очень важный аспект, о которых вы, к сожалению, ничего не пишете. Ну, надо, понимаете, надо. Значит, далее. Теперь по поводу того, что вам нужно делать. Значит, что это заключается в следующем. Время. Время, время и еще раз, время это то, что вам поможет. Время. Потому что ничего по сути дела больше, кроме времени, вы не можете использовать для достижения своих целей. Только время может вам помочь. Только время. Доверие, к сожалению, не завоевывается легко. Доверие, к сожалению, это доверие только теряется легко. А вот восстанавливается доверие очень сложно, очень долго, очень длительное время. Длительный это процесс, к сожалению. И, соответственно, вам нужно быть к этому готовым. Потому что это процесс именно длительный все-таки. Значит, далее. Вам нужно маме показать, маме девушке, нужно показать, что вы не просто вот исправились, не просто вы так вот больше, например, делать не будете, да? А вам нужно маме девушке донести, что вы надежный человек, что на вас можно положиться. А это только еще раз повторю вам. Время, 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 терпение, выдержка, ну и все в таком духе, к сожалению. Вот. Далее. Интересный вопрос, на мой взгляд, заключается в том, значит, почему вы вообще поссорились? Почему вы назвали девушку именно теми словами, которые назвали? То есть, проблема, проблема все-таки есть. Именно проблема, я имею в виду, именно проблема, которая заставила вас по сути дела ссориться. И если вы эту проблему не решите, вот хотя бы сами, сами для себя не решите эту проблему, то я боюсь ситуация просто-напросто повторится. Она повторится еще и еще, и будет повторяться до тех пор, пока вы не поймете, почему она происходит. Это самая ситуация. Значит, вот это, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Может быть, этого и не так много, как вы хотели бы, возможно. Но, тем не менее, именно по вашей проблеме, без учета того, что вообще нужно, нужно вашей маме, и того, что она хочет, того, что она ценит, того, что для нее важно, сказать, что что-либо еще представляется весьма и весьма сложных задач. Вот. Поэтому, я думаю, что пока что вам хватает. Старайтесь понять для себя причину своих ссор. Старайтесь понять для себя, почему вы довели до такого ссор, я имею в виду до ссор. Как так получилось, что это произошло. Вот. И, постарайтесь больше не доводить до подобного. Старайтесь все-таки, чтобы ситуация больше такая вот не повторялась. Вот. Значит, что еще можно вам сказать. Хочу только пожелать вам удачи, вот, и пожелать, чтобы у вас получилось, чтобы у вас получилось то, что вы хотели, чтобы вы все-таки донесли до, ну, до мамы, ну, до мамы своей девочки, что вы все-таки хороший человек, что вам может доверять, что вам нужно доверять и что такого, Бог такого больше не повторяет. Вот. Вот. Но, поймите, поймите одну такую простую вещь, что если вы не определите для себя, что спровоцировало вашу ссору, если вы не поймете, почему вы обсорились, то это произойдет вновь, и мама вновь потеряет к вам доверие на самом-то деле. Поэтому вы подумайте сперва, стоит ли просить прощения у мамы, стоит ли извиняться перед мамой, если вы не знаете до конца, сейчас, на данный момент, по крайней мере, почему вы там, допустим, со своей девочкой вот так вот поссорились, да, почему, ну, если вы не знаете, что вас заставило так вот поступить, да, что вас заставило так поссориться. И, наконец, последнее, о чем я вам хотел бы сказать, последнее. Последнее, это то, что вы все-таки живете не с мамой девушки, а все-таки вы живете с самой девушкой. И, исходя из этого, несложно будет сделать вывод, я надеюсь, что отношения строить вам нужно не столько и не сколько с мамой, которые, ну, которые, поскольку воспринимают вас и воспринимают своего ребенка, потому что все-таки она вполне может считать, что то, что происходит сейчас между вами, это всего лишь некие увлечения и не более того, вот. Вот, и она имеет, в принципе, право так считать. Поэтому вы стараетесь все-таки концентрироваться больше на том, что касается именно, именно, ну, именно ваших отношений с девочкой, а не того, что касается ее мам. Это вот, знаете, ошибка, ну, ошибка некоторых людей, когда они, вот, собственно, там, начинают устраивать отношения вместо девочки, вместо своей партнерши, да, ну, совсем вообще с родителями, это неправильно, по-другому. Вот, надеюсь, я вам свое мнение донес, надеюсь, вы меня услышали, и надеюсь, что вы примете верное решение. Вам нужно маме, девушке, показать, что вы соответствуете ее ценностям. Какие это ценности, нужно разбирать уже с вами куда более подробно. Надеюсь, вы это понимаете. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!